всем привет дорогие друзья в эфире rain game studio у нас очередной выпуск из цикла создания клона divinity на unity и сегодня мы посмотрим на то как я сделал перемещение персонажа для начала посмотрим киновое введение у нас по работе с камерой как я говорил в прошлом выпуске я сделал отслеживание высоты ландшафта и соответственно вот камера реагирует на высоту и тоже поднимается опускается персонаж передвигается достаточно просто есть несколько условий то есть если он бежит далеко то он бежит быстро если же ему нужно преодолеть небольшое расстояние то он идет пешком либо если надо принудительно заставить его идти пешком можно зажать control и даже при большой дистанции он все равно будет идти пешком в прошлой реализации еще в прошлом проекте где пошаговая боевая система была у меня передвижение было сделано через анимации и apply root motion здесь от этого отказался потому что слишком много костылей пришлось наворачивать сверху в итоге выглядит не так хорошо иногда видно что ноги там по поверхности проскальзывают но будем честны всем плевать более того где вините если мы посмотрим сделано точно так же так дальше по ходу что у нас тут интересного по коду изменилось собственно в скрипте управления камерой появился метод отслеживания позиции по высоте работает примитивно до нельзя просто у нас берется позиция по игреку потом добавляется к ней некая дельта и вниз стреляется рейкастом рейкаст собирает все объекты на пути и ищет есть ли у них какой-нибудь с тегом land вообще конечно мне не очень нравится работать с тегами но какого-то более альтернативного варианта в unity к сожалению не придумали более приятного скажем так есть еще вариант в том случае то есть у меня здесь рассчитано просто на это объекты если предположить что не будет никаких сторонних объектов а будет только terrain то можно вообще просто по точке получать через api terrain его высоту и туда камеру ставить таким образом у меня как раз тоже было сделано в пошаговой боевой системе в том проекте который там был по перемещению здесь конечно все максимально просто перемещением занимается на в наш встроенный в unity соответственно здесь у нас есть на внеш агент а в самой сцене вот карта некий объект да и на нем соответственно есть на внешность серфейс на котором все это дело за печено и вот у нас есть территория по которой можно ходить и соответственно для того чтобы перемещать персонажем мы просто стреляем рейкастом в землю получаем ну вот так и говорил для дистанция соответственно у нас но скорость вычисляется в зависимости от минимальной дистанции для хождения это вот переменная здесь либо мы идем либо мы бежим и дальше агенту передается полученная точка в качестве точки назначения здесь мы аниматору передаем скорость передвижения то есть мы берем просто значение вектора ускорения по модулю то есть грубые его просто длину делим пополам потому что в ну это кстати не обязательно условия можно было просто аниматор поменять но у меня в аниматоре еще со старых времен указано сейчас мы его посмотрим до аниматор контроллер здесь все до невозможности примитивно это просто blend 3 в котором есть три анимации то есть скорость 0 у нас айдол анимация скорость двойка это у нас уже раннинг начинается единичка это волк волкинг да и вот оно плавно между ними перетекает соответственно мы просто берем так как у нас максимальная скорость передвижения т4 это скорость бега соответственно это как раз соответствует скорости бега 2 для аниматора поэтому здесь просто деление на 2 и передаем туда информацию каждый апдейт здесь добавилась еще дополнительная функция для того чтобы камера могла следить за персонажем если мы нажимаем клавишу которая отвечает за эту самую привязку в моем случае настроена на клавишу home то выглядеть это будет следующим образом то есть вот камер побежал дальше мы нажимаем кнопочку home камера его догнала и дальше собственно будет его преследовать до тех пор пока мы не попытаемся подвигать камерой влево вправо с помощью мышки либо кнопок васт тогда привязка вот отвяжется то есть вот я чуть-чуть пошевелил и все он уже своими делами занимается опять нажимаю холм камера снова начинает его преследовать здесь именно в камере это реализовано очень просто у нас вот есть аим это как раз то что мы будем преследовать и есть переменная булевая которая из аимет да то есть типа мы привязаны и соответственно если она true и а им не ну то есть если у нас задано вообще какое-то значение вот они здесь задаются то мы просто ну берем позицию того на что мы смотрим и присваиваем ее себе с небольшим игреков с этом это просто для красоты сделано там ничего такого хитрого нету противном же случае работаем по старому принципу но перемещение в зависимости вот вот этих вот ребят которые высчитываются у нас либо по нажатию на вас либо по движению мышки ну и соответственно здесь да можно обратить внимание что если вы попытались нажать на кнопку либо пошевелить мышкой да вот в этих двух вариантов а им сбрасывается и уже не работает на этом все получается ролики выходят не очень часто но стоит иметь ввиду что я всем этим занимаюсь в свободное от работы время поэтому не могу быстренько так сесть за пару-тройку дней нахерачить дофига функционала и срочно снимать на все это дело в видео поэтому уж как получается стараюсь хотя бы раз в неделю выпускать бывает ну получается даже чуть-чуть почаще но так как уж я решил завести бусти то уж это было не просто так что типа ура у меня есть бусти все круто да я ну по традиции на пусть ролики будут выходить на пару дней раньше чем в общем доступе на ютубе так что если у вас прям есть желание быстрее получать информацию то конечно милости прошу также там уже на бусте каждому ролику будут прикладываться архив с актуальным состоянием проекта именно на момент выхода ролика ну там на самом деле у меня такой бусти посвященный не мне как оградилу а вообще в принципе моему творчеству так как я пишу книги я делаю книги я рисую арты то соответственно я буду туда выкладывать тоже какие-то вещи связанные с этим тоже так что там так сборная солянка всякого добра будет также ну ссылка понятное дело в описании также в описании ссылка на дискорд сервер он скорее технического характера о вопросам именно работы наших продуктов и ссылочка на группу вконтакте тоже буду рад там всех видеть потому что там ну постов больше выходят чем на ютубе там всякая фигня дополнительно еще иногда вылезает на этом все всем спасибо за просмотр всем пока увидимся в следующем ролике